Добрый день, круг общения! И сегодня в гостях в нашей студии директор Института Истории Академии Наук Армении Профессор Ашот Мелконян. Профессор, разговор будет серьезный. Есть такой вопрос, который не дает покоя, наверное, никому. Если все посредники стороны конфликта говорят постоянно о необходимости демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, Какой вы видите эту работу, этот процесс, в случае, когда азербайджанские вооруженные силы, по сути, заняли больше сотни квадратных километров армянской территории и стоят там, и более того, укрепляются? Дело в том, что они прекрасно понимают, что до конца года, если не удастся провести вот эту делимитацию и демаркацию, скорее всего, потом что-то изменится, имея в виду международную обстановку сейчас в мире, в частности, на Украине. И в результате этого не будет возможным составить армянскую сторону, чтобы они подписали какой-то документ по этому поводу. Сейчас у них преимущество есть после войны 2020 года, поэтому они спешат. Но дело в том, что процесс делимитации и демаркации – это очень длинный процесс. Очень длинный процесс. Я вдруг в двух словах объясню, что из себя представляет этот процесс, поскольку многие не понимают. И иногда даже в верхах говорят об этом, что якобы надо провести вот демаркацию и делимитацию. Так не бывает. Сперва нужно провести делимитацию, потом демаркацию. Дело в том, что делимитация – это означает, что если существует какой-то территориальный спор между двумя сторонами, стороны должны представить свою документацию по этому поводу. То есть на почве каких документов, на каких картах, на каких договорах нужно провести эту делимитацию. Когда приходит время, стороны находят общий язык, что, допустим, по договору 1921 года, например. Это приемлемо для обеих сторон. Тогда процесс, можно сказать, что делимитация закончился. После этого уже на основе этих документов происходит процесс демаркации. То есть берут вот эти колочки и проводят конкретную границу между двумя странами. А вот это, поскольку до сих пор невозможно определить, по каким картам, по какой документации должна провести вот эта делимитация, поэтому я думаю, что, скорее всего, минимум 6 месяцев или год невозможно будет договариваться по поводу документации. И делимитацию провести до конца года практически невозможно. Да, до конца года осталось полтора месяца всего. Да. Но поскольку азербайджанцы сами уже решили, где должна проходить граница между Арменией и Азербайджаном, но они сидят на некоторых высотах, особенно в Сюнихской области и в Геваркунике, поэтому они думают, что они как-то уже провели вот эту делимитацию, и мы должны согласиться с этой обстановкой, и этот процесс уже дойдет до демаркации. Практически это невозможно, если с нашей стороны, конечно, будет отпор по этому поводу, и делимитация будет проходить, как в цивилизованном мире принято месяцами, годами люди работают и согласовывают свою документацию. О чем же тогда говорят в Брюсселе, или в Москве, или в Америке, или комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы? Вот о чем они говорят? Ну, знаете, они политики, говорят о том, что надо провести делимитацию и демаркацию. Ну, конкретно как, какими методами, на основе каких карт, об этом не говорится. Ну, надо понимать, что они смотрят какие-то карты. Вот кроме России, остальные стороны, имею в виду Соединенные Штаты, там вообще Запад, ни о чем не говорят, на основе каких карт, каких границ. Вот только Россия говорит о том, что у нас существуют, у нас есть карты в Генштабе, карты Генштаба у них есть, на этой основе можно провести делимитацию. Но дело в том, что карты какого года, возникает вопрос, 1926 года, 30-го, 32-го, 36-го, 43-го, 45-го, 74-го. Даже Азербайджан заявляет, что надо провести эту демаркацию по картам 1919 года. И возникает вопрос, почему именно 19-го? Имеют в виду первую Азербайджанскую республику. Но дело в том, что, хотя эта республика была провозглашена в 18-м году, в конце мая 18-го года, но они хотят провести демаркацию, делимитацию демаркацию картами 1919 и 1920 года. Почему? Потому что в 1918 году Баку, столица будущего Азербайджана, так скажем, находилась в руках большевиков во главе с Степаном Шаумяном. И там стояла Дашнакская армия, примерно 10-12 тысяч человек, которые до этого воевали на Западном фронте, и их перебросили в Баку, и через Баку они должны были возвращаться на родину в Армению. Потом они там застряли, там остались, и вот они воевали против турецких войск до сентября 1918 года, когда турецкие войска во главе с Нури Пашой захватили город Баку, и там учинили резину армянского населения, там погибло 30 тысяч человек. А столицу они провозгласили наш город Канзак, столица Утыка, то есть нынешний Кянджа. И потом, после взятия Баку, они переехали туда, в Баку, и у них появилась новая столица. Так что почему они говорят по картам 1919 года или 1920 лучше? Потому что Красная Армия 11-я после советизации Азербайджана 28 апреля 1920 года вторглись в Арцах в мае месяце, захватили Арцах, 5 июля Горис, то есть Зангизур, а в августе месяце уже захватили Нахичеван. Вместе с Красной Армией там появились и азербайджанские военные формирования. Бывшие мусаватисты превратились уже в большевиков. Вместе с 11-й Красной Армией они появились в этих спорных территориях. И Азербайджан заявляет, что якобы после захвата этих территорий Красной Армии эти территории перешли в состав советского Азербайджана. Ничего подобного. Дело в том, что 10 августа 1920 года армянское правительство независимой республики заключило мир, вернее перемирие с руководством 11-й Красной Армии о том, что все эти три области считаются спорными между Азербайджаном и Арменией. И пока там остаются войска 11-й Красной Армии до окончательного решения вопроса. Поэтому они говорят, что давайте провести вот эту делимитацию картами 1920 года. В Азербайджане, мы все прекрасно знаем, существует некая параллельная история. Вы привели несколько страничек из истории, которые общеприняты. Это мировая история, это общая история, это академическая история. Но что нам делать с параллельной историей Азербайджана? Вот недавно в конце сентября была конференция в Санкт-Петербурге по поводу школьных учебников. Я там выступал на тему фальсификации истории школьных учебников по истории отечественной истории, в том числе Армении, Азербайджан и так далее. Еще в 2002 году русские историки Филиппов и Данилов провели очень интересную работу. И они доказали, что почти во всех постсоветских республиках искажается история, кроме Армении и Белоруссии. И особенно они отмечают в этом плане Азербайджан, где говорится о том, что там идет тотальная фальсификация истории. Они пишут о том, что в школьных учебниках, что вовсе Армении не было. Еще с VI века до н.э. там существовал Азербайджан. Потом появились русские, они создали так называемую Восточную Армению на территории западного Азербайджана. И вот даже святой Ачмиадзин является духовным центром албанцев. Они тоже когда-то были христианами. Ереван тоже был азербайджанским городом и так далее. Вот видите, фальсификация в этих учебниках дошла до того, что нынешнее поколение, молодое поколение Азербайджана, оружие в руках, воюя против Армении, они думали, что действительно они воюют за свою родину. И сейчас так думают? Сейчас тоже думают, потому что вот эти учебники вышли в свет в 2001-2002 годах. И примерно их 20 лет они учат своих молодых вот этими учебниками. Вот фальсификация к чему может привести история. И с этим ничего поделать нельзя? Ну, конечно, мы тоже делаем свое, но в этом вопросе, конечно, нужна поддержка государства. Ну, ни для кого не секрет, что у Азербайджана вообще огромные деньги по этому поводу. Они тратят на это и вот имеют вот такие идеологические центры. Вот ловят разных так называемых историков, в том числе на Западе, которые выступают за интересы Азербайджана, об этом пишут, нас называют оккупантами и так далее, и так далее. На самом деле мы знаем, кто сейчас оккупант, особенно после 2020 года, после этой войны, и с сентября месяца, с 13-го числа, что произошло на восточных границах республики Армения. Мы все это прекрасно уже знаем. А как вот к азербайджанской истории относится во всемирных мировых образовательных центрах, в академических кругах? Очень уместный вопрос. Кстати, когда в 2015 году был международный конгресс историков мира, это в Китае, в городе Цинан, там в честь Армении они организовали особый такой прием. И когда я там спросил, почему Азербайджан не приглашен на эту конференцию, вы знаете, что они ответили? Значит, председателем был француз, заместителем женщины была из Нидерландов. Они оба сказали, что после того, когда азербайджанцы начали заявлять на высоком уровне, что Ереван, азербайджанский город, и Святой Ачмиадзин – это албанский духовный центр, после этого мы поняли, что для нас не существует азербайджанская историография. То есть фальсификация на политическом уровне, поэтому не надо их вообще приглашать сюда. И до сих пор Армения считается членом этого Конгресса, Всемирного Конгресса историков, который существует с 1901 года. Во Франции, в Париже была создана эта организация. Мы с 1917 года стали членом этой организации. Азербайджан не считается членом этой организации, потому что они знают, что там творится. То же самое среди наших российских коллег. Все они прекрасно знают. Но, знаете, говорят, не надо об этом говорить, мы от этого уже устали. Это тоже, конечно, неправильно. Но на самом деле творческие интеллигенции, там ученые, историки особенно, прекрасно знают историю. Все знают, что Азербайджана вовсе не было, никогда не было на картах такого государства. И не смешно, что когда Алиев искал в Риме на карте Римской империи Азербайджан и спрашивал, где Азербайджан, и вдруг он увидел с правой стороны Великую Армению. Армения-майор, Армения-майор, Армения-минор. То есть Великая Армения и Малая Армения. А Азербайджана там не оказалось. Потому что Азербайджан, на самом деле, это историческая область Ирана, которая находится на северо-западе Ирана. Это бывший Атарпатакан, потом по-арабскому звучит Азербайдаган, Азербайджан. И от этого они решили в 1918 году Восточно-Кавказскую мусульманскую республику назвать Азербайджан, имея целью захватить северную часть Ирана и создавать великий так называемый Азербайджан. А настоящий Азербайджан остался в составе Ирана. Поэтому сейчас в последнее время многие азербайджанцы заявляют о том, что в 1828 году, когда был заключен туркменчайский мир, якобы Азербайджан разделился на две части. Северная часть осталась в составе Азербайджана, России, южная часть Ирана и азербайджанский народ фактически был разделен на две части. Так по каким картам, по вашему мнению, все-таки стоило бы проводить эти делимитационные и демаркационные работы? Ну, такие карты были созданы в начале 20-х годов. Существует карта 1926 года, когда была провозглашена Советская Республика Армения, это 2 декабря 1920 года, по Ереванскому договору, который был заключен между независимой Арменией и с руководством Российской Федерации. Вот тогда фактически территория должна была составлять 42 тысячи квадратных километров. Имеется в виду в составе Армении, Нахачеван, Зангезур и Арцах. Но нам не дадут работать с такими картами? Ну, потом, конечно, в 1926 году этих анклавов вообще не было тогда на карте. Очень много восточных населенных пунктов Республики Армения находилось в составе нашей республики, особенно Капанский регион, где более 25 населенных пунктов были в составе Армении. То же самое в Артанистском районе, где вот эти озера находятся, они тоже были в составе Армении. Потом перешли в состав Азербайджана. Как? Мы тогда были, к сожалению, в составе Закавказской Федерации с 13 марта 1922 года. То есть мы не были союзной республикой. Мы были частью Закфедерации, которая входила в состав Советского Союза с конца 1922 года. Только в 1936 году, после упразднения Закфедерации, мы стали союзной республикой, уже возможно было бороться за свои территории. А до этого мы были в меньшинстве, и в Закфедерации, особенно ЦИК Закфедерации, Центральный исполнительный комитет, всегда принимал решения в пользу Азербайджана, и многие территории переходили в состав Азербайджана. А вот только в 1978 году, когда была принята третья конституция Советской Республики Армении, тогда появился пункт, где было написано, территория союзной республики не может измениться без согласия Верховного Совета этой республики. После этого у нас уже были способы исключить такие явления, которые были особенно во второй половине 20-х годов. До 30-го года очень много территорий перешли в состав Азербайджана. Но Азербайджан, кажется, это недостаточно для Азербайджана, и они считают, что лучше картами 20-го года провести вот эту делимитацию, что уже смешно в этом плане. Как появилась идея делимитации картами 1920-го года? Когда в Париже начались работы Парижской конференции после Парижского мира, после Первой мировой войны, республика Армения получила официальное приглашение на эту конференцию, и туда поехала наша делегация во главе Советиса Маароняна со своими картами, с определенными документациями и так далее, и так далее. Азербайджанцы не получили приглашения, но все-таки они тоже отправили там свою делегацию, и там нашли одного француза, который для них фактически нарисовал карту будущего Азербайджана, Великий Азербайджан, так называемый, и они представили эту карту руководству Парижской конференции. Конечно, эти документы они не приняли, потому что фактически де юре они не участвовали на конференции, а что касается армянской стороны, потом 10 августа 1920 года был заключен северский договор, где было указано по 89-й статье, что граница между Арменией, Азербайджаном и Арменией, Грузией должна проходить по решению совместной комиссии. Если комиссия не будет в силах определить границу между этими республиками, это право перейдет в руководство Парижской конференции. История, конечно, штука неблагодарная. Какой вы видите ситуацию скажем, ближайших трех-четырех месяцев? Могут ли азербайджанцы продолжать продвижение по территории Армении? Чем должна отвечать Армения? Мы же видим, что практически каждый день азербайджанские вооруженные силы устраивают, я не знаю, как можно их провокациями, стрельбу на границе. И очень часто армянская сторона вовсе не отвечает, чему свидетелями становятся уже десятки европейских наблюдателей. Чем закончится вот эта история собственно для того необходимая, чтобы заняться вплотную мирным договором и работой под элимитацией демаркации границей? Самый, наверное, трудный вопрос. Дело в том, что азербайджанская армия фактически заняла очень много стратегических пунктов, но если вы заметили, все-таки они не захватили ни один населенный пункт. Фактически они вошли в некоторые населенные пункты, как я знаю, потом оттуда вышли. Почему? Они боятся, что если будут твердить, что вы знаете, мы находимся на своей территории, демаркации еще не было, мы находимся на вершинах и определить это территорию Азербайджан или Армении невозможно. А вот если они войдут в какой-нибудь населенный пункт, тут отрицать невозможно. Понимаете, поэтому они заняли вот эти высоты стратегические и там стоят, не идут вперед, потому что они все-таки должны ответить мировому сообществу, что они действительно вошли на нашу территорию и тут уже отрицать невозможно. Но почему они там сейчас сидят и не уходят после особенно снега? Вы знаете, что уже выпал снег, но все равно они там сидят, потому что они этим методом хотят давить армянскую сторону, чтобы они пошли на уступки, особенно по поводу так называемого Нахчеванского коридора. И почему передали некоторые восточные части республики Армения Азербайджану. Это тоже они не исключают. Они говорят, что якобы восточный берег озера Севан, который когда-то был заселен частью азербайджанцами, должна перейти, вот этот берег должен перейти к Азербайджану. То же самое насчет Джермога говорят, насчет Капана, насчет Мегри и так далее. Поэтому я думаю, что надо держаться. Надо держаться. Все-таки я уверен, что если они будут уверены, что перед ними стоит сила, кулак стоит, они на этом успокоятся. И начать вот такие масштабные военные действия против республики Армения, мне кажется, на это они не пойдут, потому что все-таки в мире есть силы, которые выступают против этого. Это, во-первых, Иран, во-вторых, это Запад, в какой-то мере даже Россия, которая, я лично считаю, что неправильно поступила по поводу этой последней армяно-азербайджанского конфликта, имею в виду 20-й век, 20-й год, 1920-й год. И вот после этого азербайджанцы более такими мерзкими методами начали продвинуть свои планы насчет и Карабаха, и насчет Армении. Поэтому я думаю, что все-таки Азербайджан на такую провокацию не пойдет. Ну, делает какие-то шаги по этому поводу, стреляют, там эскалация идет, и этим они хотят ускорить процесс делимитации, демаркации. Поэтому я думаю, что надо быть сильным, не допустить этого, и в течение вот нескольких месяцев уже станет ясно, что такими методами добиться отторжения некоторых территорий из состава Армении в состав Азербайджана не удастся в любом случае. В том числе и имею в виду Арцах, потому что они, как вы знаете, хотят параллельно решить вопрос так называемого Нахчеванского коридора за счет Лачинского коридора. Потому что точно такой коридор должен быть для них экстерриториальный, через территорию Армению, не только в одном месте, но в некоторых местах, начиная с севера, с Вартиниса, до юга Мегрик, где проходит железная дорога. Спасибо за беседу. Это был Кругообщение. Мы беседовали в нашей студии с директором Института Истории Академии Наук Армении Ашотом Мелконяном. ПАНТФИВЕ Академия